В первую очередь мы сконцентрировались на установлении того, откуда путинская компания получает деньги. Кто и как скидывается в президентский кошелек. Вы не представляете, какие огромные это деньги. Часть этих денег всегда предназначалась Путину. Источник рассказывает, что один из каналов поступления денег Путину – это заработки на водке, которая во все времена в России была царским продуктом. Только раньше акциз с нее платили в царскую казну, а теперь в царский офшор. Речь вот о чем. В России уже 20 лет существует такая марка водки – Путинка. Путинке существует множество видов на все случаи жизни, чтобы простой россиянин не расставался с президентом практически никогда. Имя у водки – в честь президента. Пусть в этом у вас не будет никаких сомнений. Хотя вот этот человек говорил однажды, что Путин, дескать, против использования своего имени в бизнесе. Но Путинке это странным образом совсем не коснулось. Водка недорогая и очень популярная даже сейчас, спустя многие годы после своего первого появления. Чтобы не быть голословными, мы отправили нашего агента в Россию за покупками в среднестатистический виноводочный отдел. А вот водка Путинка. Посмотрите, сколько здесь бутылок. Цена умеренная. Она расположена прямо на уровне глаз покупателя, чтобы ее заметили первый. Любой мужчина, идущий с работы домой, может взять бутылку Путинки, даже не наклоняясь в нижние ряды. Тянуться за ней не надо. Вообще, Путинка появилась в 2002 году, а пик ее популярности пришелся на середину нулевых. В те же годы в России и без того пьющей стране фиксируется пик смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Однажды, в 2015 году, случилась и вовсе странная история. Государство, которое вроде бы должно оберегать своих граждан от зеленого змея, впервые в истории не повысило, а понизило так называемую минимальную розничную цену водки. Чтобы было понятно, это такой инструмент, которым власти должны бы ограничивать спаивание населения дешевым алкоголем. Но в этот раз власти не ограничили, а как будто наоборот, поощрили покупку дешевой водки. Раньше она не продавалась дешевле двухсот с лишним рублей за бутылку, а теперь стала стоить сто восемьдесят пять. Казалось бы, разница невелика, но производители дешевых водок от этого получили очень большую прибыль. И что бы вы думали, производители и продавцы Путинки были среди тех, кто обогатился благодаря тому решению. Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо.